Доклад Здравствуйте, друзья. Я туда наверх пойду, там удобнее. Вот, честно говоря, у меня будет доклад существенно более практичный, чем то, что мы раньше слышали. Я работаю в DataArt, пришел в DataArt лет 10 назад, потом занимался финансовыми системами, потом уходил, занимался security. И, понимая security, очень скептически, например, отношусь к интернету Things, побаиваюсь их слегка. И сегодня мы с вами поговорим, по большей части, отлично, пультик. Сегодня мы с вами поговорим про интерфейсы, про API, поговорим про то, как его создавать, про то, каким он должен быть, и обсудим какие-то основные best practices. О чем сегодня будет доклад? Мы сначала обсудим, что такое API и зачем он нужен. Мы поговорим об основах REST, как о способе реализации этого API. Мы чуть-чуть более детально обсудим, о чем реализовывать, обсудим best practices и поговорим о том, как же все-таки его проектировать, чтобы с ним было удобно и интересно работать. Вот скажите, пожалуйста, кто из присутствующих хоть раз в жизни свой какой-то API писал? А кому приходилось пользоваться разными удобными и неудобными интерфейсами? А удобных из них сколько было? Меньше гораздо. Хорошо. Ну, это большая проблема, честно скажу. Вот сколько, в скольких проектах я не участвовал, практически везде с API был полный караул. Практически везде. То есть проекты как-то развиваются, эволюционируют, но, к сожалению, так, чтобы грамотно подойти к проектированию, практически никогда ни у меня в старых проектах, ни у других людей руки не доходят. То есть это редкость, когда API действительно хорошо продуман, поэтому я и решил сделать такой доклад, чтобы люди после этого стали обращать на это внимание больше. Что такое API? Это просто всего лишь программный интерфейс. Это набор правил и механизмов. Это лицо вашей программы, вашего приложения с точки зрения разработчика. Не с точки зрения конечного пользователя, а именно разработчик. Потому что вашим пользователем, как пользователем программиста, может являться какой-то другой программист, который будет работать с вашей системой программно. И вы все прекрасно, конечно, знаете, что это такое. Почему хороший API – это важно? Потому что если у вас API простой, то его очень легко поддерживать, его очень легко использовать. Если его легко использовать, то все разработчики просто будут друг другу рассказывать, то посмотри, я использовал такую-то систему, с ней удобно работать, иди, возьми, используй. И, естественно, это повышает конверсию, и, естественно, больше людей начинает ею пользоваться. Чем больше пользователей, тем выше популярность вашего сервиса, вашего программного продукта, больше про него знают. И на самом деле, если вы делаете простым, вы улучшаете его структуру. И тем самым вы лучше изолируете компоненты, и весь код всего вашего приложения существенно более структурирован становится. И, конечно же, не надо забывать, что API – это, как я уже сказал, есть пользовательский интерфейс для разработчиков, которые будут им пользоваться. Какие виды API на данный момент известны? Известны категории веб-сервис API, такие, как XMLRPC, SWAP, REST, WebSocket, с ними тоже работали. Какие-то библиотеки, которые вы подключаете к своему приложению, это тоже API программного вида, library-based, так называемый. Есть class-based API, когда вы какие-то классы откуда-то копируете, либо используете как компоненты в своей системе. Мы сегодня будем говорить именно про веб-API, потому что сейчас в наш век распределенных технологий мы стараемся делать наши приложения доступные через интернет, и единственный способ сделать это просто – это использовать веб-ориентированные интерфейсы. Раньше, до, по-моему, 98-го, не помню какого точно года, это была такая штука XMLRPC и JSONRPC, но потом Microsoft от нее отказался и решил, что теперь надо делать SWAP. Предполагалось, что SWAP – это Simple Object Access Protocol, который на самом деле совсем не simple. И лично мне не удалось воспользоваться всеми возможностями SWAP, которые он предоставляет. Это достаточно сложно. запомнить все эти VSFederation и так далее, как это все работает, это очень нетривиально. И внезапно появился REST. Его впервые описали в 2000 году. Это всего лишь… Что это такое? Это representative state transfer. Это передача состояния. То есть вы с сервера передаете клиенту состояние сервера. Вы не выполните никаких действий. Вы просто говорите, я нахожусь в таком состоянии. Это мой текущий state. И это всего лишь тот подход, это даже там нет никакого протокола, там не описаны никакие контракты. Это всего лишь стиль разработки, как вам надо взаимодействовать между клиентом и сервером. Чем же REST хорош в первую очередь? Он очень простой. Вот кто из вас реально писал REST-овские интерфейсы? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, немного, конечно. Вот если бы вы делали на том же Web API REST-овский интерфейс, вы бы поняли, что писать он совершенно элементарно. Там знать надо очень мало. Есть некоторые особенности, про которые мы чуть подальше поговорим. Но в целом очень просто все. REST переиспользует существующие технологии. REST работает other HTTP. Это значит, что он использует HTTP как транспорт и как передачу. Он использует все вербы HTTP, тем самым он все преимущества, которые есть в HTTP, как раутинг, маршрутизация, кэширование, все это используется из коробки автоматически, всеми промежуточными девайсами, которые есть в сети между клиентом и вашим сервером. Ничего для этого делать не надо. Уже все готово. Как я и сказал, все эти плюшки есть, кэширование, масштабирование. У нас минимум накладных расходов, потому что мы просто внутрь HTTP пакета укладываем наши данные и переиспользуем те стандартные заголовки, те стандартные поля, которые есть в HTTP пакете. Мы переиспользуем стандартный протокол коды ошибок, тем самым унифицируя работу с нашим endpoint. И очень высокая распространенность, даже на основании предыдущего доклада можно было сделать вывод, что даже Internet of Things использует эти протоколы. Что же такие же основные принципы лежат в основе REST? В первую очередь это клиент серверной архитектуры. Это основа. То есть это то, для чего это сделано. Сделано для взаимодействия клиента с сервером. Все данные, которые клиент пытается получить с сервера, это ресурс. Ресурс должен обладать идентификатором. Если вы хотите получить идентификатор какого-то зала, здания, все что угодно. Допустим, у вас есть какой-то сервер, который отдает вам какую-то топологию вашего города. Там будут идентификаторы зданий, улиц. У всех будут айтишники, по которым всегда, обратившись к этому серверу, можно получить один и тот же объект. Это очень важно. И для сравнения объектов, опять же, достаточно сравнивать эти айтишники. Ресурсы могут быть связаны между собой. Используется стандартный метод, уже говорили. Сервер, тоже важно, сервер не хранит состояние. В этой ситуации серверные технологии позволяют автоматически скалировать вашу реализацию и не опасаться того, что клиент будет рассчитывать на какое-то сохраненное состояние на сервере. В этом нет необходимости, потому что по умолчанию мы пишем все наши API таким образом, что состояние мы не храним, мы все персистим в какие-то хранилища, чтобы в случае распределенного какого-то вычисления у нас любая нода могла подхватить актуальное состояние. Если вы пишете какой-то REST API, то есть несколько best practices, которые никак не связаны ни с какими технологиями. Вы можете писать на Java, на .NET, на Python, на чем угодно. В первую очередь, это надо использовать обязательно защищенное взаимодействие, потому что стандартный HTTP, он очень легко перехватывается, и по большому счету ничто вас не может защитить от атаки man-in-the-middle. Всегда можно перехватить трафик, так как вы не знаете, куда он идет. Всегда можно симулировать трафик, поэтому обязательно всегда SSL-шифрование. Это просто такая санитарная вещь, которая просто всегда должна быть. Крайне желательно любой ваш API начинать с того, что вы прямо с самой первой версии делаете для него и документацию, и версионирование. Мы об этом сегодня поговорим. Методы пост и пут должны возвращать обязательно данные. Обязательно из коробки должна поддерживаться фильтрация, сортировка и проход по страничной. Вы должны поддерживать различные медиатайпы, но в целом можно ограничиться JSON-ом, потому что сейчас это наиболее популярный формат, его хватает. Но современные технологии позволяют не завозиться об этом и использовать и JSON, и XML одновременно в зависимости от того, какой контент-тайп запрошен был. Также в результате, который вы отдаете по сети, старайтесь никогда не использовать pretty print и не убирать стабы, пробелы. Это все не нужно. Это все совершенно избыточно, потому что вы потеряете начитаемости. Наверняка многие занимались минимизацией java-ских файлов и так далее. Это отчасти бесполезная вещь, потому что компрессия гзипная в разы больше вам сокращает объем. А если, особенно на этапе отладки, если вы будете еще и убирать разметку, то вы просто потеряетесь в том контенте, который вам возвращает. Вы просто не сможете понять, что это за трэш оттуда летит. Значительно проще оставлять как есть, экономия на спичках получается. Используйте всегда стандартные и таги last-modified кэширование, потому что это best practice с точки зрения именно кэширования. Не надо изобретать никаких своих кэширующих, айдишников, ничего не надо делать. Есть стандартные и таги, last-modified, это позволяет вам это использовать. И обязательно возвращайте всегда стандартные коды ошибок. 400-е, 500-е, 200-е и все эти серии, потому что на это могут быть завязаны стандартные утилиты взаимодействия с вашим API, какие-нибудь утилиты тестирования, например. Она будет рассчитывать на то, что она получает стандартный код ошибок. Вам не надо писать свой собственный инструмент, вы используете стандартный и можете рассчитывать на то, что она действительно проверит корректный результат. Я упоминал в предыдущем про методы различные. вот суть и потому, что далеко не все писали API в своем прошлом. Наверное, стоит поговорить про HTTP методы, что это такое. HTTP методы это команда серверу выполнить то или иное действие и как-то обработать входящий результат и входящий запрос. То есть это всего лишь разные запросы. GET это значит, что мы хотим серверу получить какую-то информацию. GET обладает свойством идемпотентности. Это свойство, которое говорит нам, что мы можем выполнить эту операцию сколько угодно раз и результат будет всегда одинаковый, если параметры входные были одинаковые. И это значит, что сервер-сайт, при этом при нашем действии сервер-сайт не меняется. следующий важный элемент это мы про options и head не будем говорить, потому что это больше к security имеет отношение. У нас сейчас не так много времени. PUT это операция изменения данных, то есть это апдейт по факту. POST это операция new. DELETE очевидно. патч это тоже такой тип PUT, но частичный. Мы тоже про него сегодня не будем говорить, он такой из разряда advanced. Основные методы, которые надо знать при работе с REST протоколом это GET, PUT, POST и DELETE. Как они работают? Важно понимать, что единственный неидемпотентный метод это POST, потому что он приводит к созданию нового объекта на сервере. При этом обратите внимание, что PUT модификация какого-то существующей сущности, она всегда идемпотентна. Это значит, что она вот сколько бы раз вы ее не выполнили, она всегда будет, всегда вернет корректный результат. Например, почему это важно? Это важно, потому что, например, вы послали команду на сервер, что-то случилось, вы не знаете, дошел, не дошел, куда-то все, destination host enrichable, все потерялось, вы не понимаете, что происходит. и вы совершенно не знаете, сервер-то получил ваш запрос или не получил, или оно где-то на обратном пути потерялось, выполнил он команду или нет. Принимая во внимание идемпотентность, вы можете гарантированно послать еще раз безопасно, сколько угодно раз. Что же такое RESTful API? Очевидно, что это такой сервис, который удовлетворяет принципам RESTful. Теперь, когда мы примерно поняли о том, что же такое API в целом, мы поговорим о том, на чем же его писать. так как мы больше .NET-ориентированная компания, ну и во всяком случае, я лично занимаюсь больше .NET-ом, у меня в выборе всегда стоит две платформы, это WCF и WebAPI. WCF тоже позволяет как WebAPI реализовать вам REST API, но в отличие от WebAPI он использует HTTP исключительно как транспорт, а не Application Layer Protocol. Это значит, что он не понимает и не знает всех возможностей вот этих методов, про которые мы только что говорили. Это очень важно. WebAPI в этом плане на порядок проще. Он легче, у него есть все возможности MVC, у него он открыт, у него также поддерживается куча форматов, которые вот этот зверь WCF, как все знаете, он поддерживает просто гигантское количество форматов с TCP-байдингами, HTTP-байдингами, с разной авторизацией и так далее, но как-то никто это особо не использует. Все стараются чтобы все попроще было, потому что иначе очень все сложно получается, особенно потом, если деплоить куда-то надо, еще если в облако куда-то надо платить, все, караул. Бывает, если найдется человек, который в этом разбирается, то потом он либо из проекта уходит, либо что-то с ним случается и уже все, знания потеряны, поэтому чем проще, тем лучше и надежнее. на чем мы это можем хостить? Мы это хостить можем, наш сервис, который мы будем писать, мы можем хостить просто как MVC-компонент, можем хостить как компонент в архитектуре OWIN, это OpenWebInterface for .NET, который можно хостить как в ISE, как self-hosted, и также его же на самом деле можно и вейжеры хостить, ничем не отличается хостинг авиновский self-host или в ISE от того, что мы потом заливаем в вейжер. Это абсолютно то же самое. Вы можете разрабатывать все на локальном компьютере, потом дописать там по пару клауд-сервисов и отправить это в вейжер, все будет работать там. Ничего принципиально переписывать не надо, уж точно не надо ничего переписывать в бизнес-логике. Что же такое, в чем же идея OWIN? Идея OWIN это такая спецификация, которая позволяет разорвать, устранить связь между вашим приложением и тем хостингом, на котором ваше приложение работает. Поэтому сейчас эта технология очень сильно набирает популярность. Она очень проста, она позволяет вашему приложению независимо хоститься, как я вот уже сказал, как self-host, то есть это маленький сервер, который просто в виде консольного приложения можете запустить, как в составе интернет-информейшн-сервиса и также в качестве облачного сервиса в Azure. Для того, чтобы запустить простейшее приложение, простейший сервис, достаточно написать вот такой код. Это, в принципе, все, что нужно. Не надо больше ничего. Вот если у вас есть какие-то контроллеры, API-контроллеры, то вот этот метод найдет их всех через атрибуты, которые у них есть, и подключат и сделают x-post для них наружу, и они будут доступны. Вот дальше можно, конечно, этот код развивать, но это тот минимум, тот порог входа, который вам надо понимать для того, чтобы захостить авиновский стэк, который называется katana в ISE. Вот ничего ровным счетом больше не надо делать. Теперь попытаемся спроектировать какой-то интерфейс на базе простой модельки. Представим, что у нас есть вокзалы, поезда, и попытаемся их описать. Как это все будет выглядеть? Все ресурсы в REST имеет смысл для их описания использовать имена существительные во множественном числе. Соответственно, у нас получается stations, stations 1, 2, 3. Это мы имеем возможность получить по конкретной, для станции с номером, айтишником 1, 2, 3, конкретное ее описание. Trains, соответственно, это все поезда. И также зависимые сочности используются путем вложения через слэш новых частей УРЛа просто непосредственно stations, ID станции, departures, все поезда, уходящие с вокзала с айтишником 5.5.5. Вот так будет выглядеть простейший контроллер, который нам какие-то тестовые данные вернет. Я не стал переусложнять. Понятно, что данные мы можем забирать откуда угодно, можем забирать их через entity framework, можем забирать их откуда-то через какой-то специальный сервис. Это не так важно. Здесь важно, что мы используем префикс, который определяет, как этот сервис доступен снаружи. Важно, что мы определяем тот верб, через который опять же это доступно. И здесь способ той коллекции, которую мы возвращаем. Бывают ситуации, когда вот эта штука очень большая. То есть может оказаться так, что этих данных миллионы какие-то. В этой ситуации вам поможет протокол all data, который стандартно входит в реализацию микрософтовского 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 реализации web API и Uabina. Здесь достаточно iNumerable заменительно iCuerable и из адресной строки вам будет доступно все многообразие фильтрации, практически эквивалентное тому, что доступно при обращении к SQL. Можете потом погуглить про ODAT. Я из-за ограниченности по времени просто выкинул эти слайды. Там достаточно много интересных вещей. Как будут выглядеть примеры запросов, мы примерно уже поговорили. Теперь вот здесь есть такой интересный зависимый контроллер. У нас есть станции, ID-шник станции, и потом какие-то депатчис. Это же надо как-то тоже понять, как это красиво реализовать. То есть, с одной стороны, казалось бы, можно все в один контроллер запихнуть, и все будет хорошо, но, к сожалению, таких зависимых компонентов может быть очень много, и дерево вложенности может быть тоже очень большое. В такой ситуации помогут рауты. И рауты могут быть параметризованные. Вот те рауты, которые вы вначале наверху определяете, могут иметь параметры, которые потом распознаются фреймворком и мапятся сюда, непосредственно в параметры тех методов, которые вы вызываете. Вот здесь, кстати, пример, как вот добавив просто query, enable query attribute и iQuery, мы сделаем из нашего контроллера существенно более функциональный контроллер, который позволяет поддерживать из коробки и пейджинг, и сортировку, и фильтрацию, кучу всего. Не надо вообще ничего самому делать. Есть определенные подводные камни в этом, что теоретически можно при неправильном использовании взять и вытащить на клиента, грубо говоря, всю базу. Но есть и хороший способ избежать этого. Вот в enable query есть куча параметров, ограничивающих функциональность этого модуля. Также я бы советовал вот эти константы, которые здесь наверху написаны, не хранить просто в виде констант, а переносить их в отдельные статические наборы с классами, потому что это позволит вам в дальнейшем, с одной стороны, их централизованно менять, не потерять их, выдерживать их в едином стиле, и самое главное, вы потом их сможете использовать в тестировании. Если вы будете писать какой-то unit test, вам не нужно помнить, а где же у меня на самом деле этот контроллер лежит. И если я вдруг что-то здесь поменял, одну буковку, то мне по скольким тестам мне надо пройтись и поменять все эти обращения, которые у меня там есть. Достаточно написать один такой маленький классец, и на этапе компиляции у вас все развалится, если вы вдруг здесь какие-то буковки поменяли и решили это все по трифакторить и переименовать. Опять же, решарповский рефакторинг будет работать на ура. Зависимый контроллер, соответственно, с префиксом. Дальше. Базовый крат. Базовый крат. Все знают, что такое крат? Не все? Крат — это просто сокращение от create, read, update, delete. Это набор базовых методов, базовый способ работы с объектами по API. То есть у вас есть какие-то простейшие сущности, которые вам нужно просто создавать, читать, обновлять, удалять. Здесь с точки зрения REST — это просто благодатная почва. Все очень просто. Методы post, put, delete идеально мапятся в эту архитектуру. Никакой проблемы с этим нет. Вот используйте стандартный паттерн, делайте так, и все у вас с крадом прекрасно. Никакой проблемы нет. Но, к сожалению, проблема в том, что жизнь кратом не ограничивается. Сейчас мы поговорим немножко про нейминг антипаттерны, и потом вернемся к более сложным примерам про крат. Значит, нейминг антипаттерны — это то, что реально встречалось в жизни. Вот что делалось? Здесь, почему плохо, например, первая ссылка, потому что мы в параметрах используем действия, которые теоретически мы можем закодировать в качестве URL, а это будет существенно более читаемо. Вот delete all — это такая очень страшная штука. Она у нас была на прошлом проекте. По обращению через get к данному контроллеру вызывалось удаление всех объектов в хранилище. Там с точки зрения бизнес-логики это было оправдано, но это совершенно не оправдана подобная реализация. Основная проблема в том, что этот get просто будет закеширован где-то, может оказаться где-то посередине, и вы либо вынуждены бороться с кешированием и не допускать того, чтобы этот вызов был закеширован, либо будете биться потом с проблемами, что клиент вроде как сказал delete all, но что-то ничего не произошло. На сервер вызов не прилетел. Здесь с точки зрения нейминга совершенно не нужно… А, нет, это не тот, сори. Get User Activity. Здесь используется пост, хотя на самом деле это всего лишь получение данных. Нам не нужно ничего менять, нам не нужно создавать никаких новых сущностей, это всего лишь get. Но использовался механизм пост, потому что для get User Activity передавались параметры. Вот есть простой способ. Если мы их отправляем в query string, то мы сможем легко использовать get, и проблема исчезает. Пост подразумевает, что что-то на сервере поменяется. Поэтому семантически данная конструкция выглядит очень странно. Нельзя написать пост, сказать поменяй, но при этом дай. Когда читаешь эту конструкцию, не понимаешь вообще, что должно происходить на сервере. Меняет он что-то, не меняет. Могу я вызвать два раза или не могу? Непонятно. И последний пример. Post Station Create. Вот create совершенно не нужен, потому что это масло масляное получается. У нас есть уже пост, и мы добавляем еще create. Зачем? Нет никакой необходимости. Как я уже сказал, наш мир чуть сложнее, чем просто взять и насоздавать каких-то объектов. Если бы можно было просто объектов насоздавать, было бы вообще все легко и просто. Вот представьте, у вас есть продажи билета на поезд. Это нет такой сущности, которую можно создать и продать вам билет. Обычно это какая-то заявка, где-то там с одной стороны что-то уменьшается, потом вам билет выписывается, в поезде место резервируется, еще в каких-то учетных системах тоже что-то происходит. Но достаточно сложный процесс. Еще сложнее возврат этого билета. Резервация номера в гостинице проходит через миллион систем. Нетривиально. Обмен валюты. Представьте, что вы хотите взять, у вас есть два аккаунта, допустим, там, долларовый и рублевый, вы хотите продать 100 долларов и получить сколько-то рублей. Система должна списать с долларового счета, записать на рублевый счет, при этом должна выяснить тот курс обмена, по которому она будет это менять. Там много бизнес-логики, которая стоит за этим. Непонятно, что делать. То есть, что мне создать, какой мне метод использовать, как должен выглядеть мой IP. Непонятно. Перевод денег со счета на счет. То же самое. Запрос генерации отчета. Вы хотите получить какой-то отчет, но отчет делается 15 минут, допустим, потому что их очень много данных. Что надо сделать? Непонятно. Поэтому я для себя принял такое простое решение. Я разделяю все механизмы работы с API на два простых. на две категории. Простые крат-операции – это то, которое вы можете создавать легко и непринужденное, никакая бизнес-логика к этому серьезная, никак не завязана. И второе – это сложные. Если у вас есть какие-то сложные, то мы их делаем через команды. Через команды – что значит мы это делаем? Это значит, что мы используем, так скажем, вдохновляемся архитектурой SecureOS. Кто-нибудь про SecureOS слышал? Ну, хоть один специалист есть. Отлично. SecureOS – это такой архитектурный паттерн, который разрывает связи между UI-ем вот по такому кругу. То есть мы говорим о том, что со стороны UI нам присылаются всегда команды. Мы никогда не присылаем никаких конкретных, не делаем с UI никаких вызовов, которые ему делают какие-то модификации. Мы говорим о намерениях пользователя что-то сделать. То есть пользователь нас попросил перевести ему 100 долларов в рубли. Вот такая команда должна прилететь к нам сюда. Соответственно, мы делаем там fx-conversion-request, делаем в него пост, создаем такой реквест, который прилетает в наш домен, в домене он обрабатывается, тут происходит какая-то бизнес-логика, мы записываем эти команды, если хотим. Потом почитайте про SecureOS, очень богатая архитектура, там есть несколько разновидностей, там в частности, например, Facebook они работают, и многие другие. После чего данные превращаются в какую-то модель, оптимизированную для выборки, и только потом данные обратно через get-запрос, каким-то, может быть, даже другим данным, попадают к вам назад. Например, вы сюда посылаете команду «Переведи мне 100 долларов», а отсюда вы проверяете статус команды. То есть в момент создания команды, так как пост обязан вернуть вам контент команды, чтобы второй раз не ходить за айдишником, айдишничек к вам сюда прилетел в UI, и теперь с этим айдишничком команды вы ходите сюда и говорите, «Как там дела у моего перевода?» «Что с ним происходит?» «Какой у него статус?» «Где он находится в данный момент?» И можете в UI, соответственно, отображать. Происходит конверсия, происходит получение рейта, происходит еще что-то. Это позволяет делать и UI-респонсив, с одной стороны. Вы можете делать так, что UI не ждет никаких долгих процессов асинхронно, ему не надо думать о том, что происходит с сервером, его можно вообще выключить, потом заново включить. Он будет знать о том, какие команды у него запускались, он может всегда посмотреть их статус, это очень удобно, и это приводит к такому, опять же, единообразию весь ваш API. И это приводит нас к так называемой концепции REST without PUT. То есть это ситуация, когда мы с UI, как вы помните, PUT — это модификация, мы с UI ничего не модифицируем, потому что мы все делаем через команды. То есть мы вместо изменить какую-то сущность, мы создаем команду или намерение пользователя изменить эту сущность. Возможно, для каких-то простых крат-операций это будет немножко переусложнение, и оно так не надо делать. Здесь нужно всегда очень гибко подходить к этому вопросу. Если вы понимаете, что сущности простые, ну не заморачивайтесь с такой штукой. Сделайте часть API стандартными крат-методами, а часть API через командный паттерн. Как я уже сказал, можно отслеживать статус выполнения, можно отменять команды. То есть если вы выполнили, какую-то создали команду, вы понимаете, в каком она статусе, вы в любой момент теоретически можете сделать делит, тем самым отменив ее. Вы элементарно храните историю всех изменений, потому что изменения, они все порождены какими-то изначально намерениями пользователя. То есть пользователь хотел что-то сделать и попросил вас, вашу систему это сделать. Вы точно знаете, что он хотел. Вы не на уровне UI спрятали там все за формочками. Пользователь хотел сделать одно, но из-за того, что у вас с UI летит команда создания там какого-нибудь пользователя или создания какого-то запроса, вот реально изначально intention может потеряться. И это проблема, потому что у вас от этого может зависеть поведение вашего приложения. Пользователь, я уже говорил. Следующий важный момент касаемый API, это собственно каким образом вот строить вот это дерево зависимых скучностей, как мы показывали там station, slash id-шник, slash departures и так далее. Эти же URL-ы, они могут быть очень глубокие. Значит, есть два разных подхода. Есть так называемый fine-grained API и coarse-grained API. То есть это либо мы с большими объектами работаем, либо с маленькими объектами работаем. Если вы работаете с маленькими объектами, то в этой ситуации у вас клиент, ваш пользовательский интерфейс должен знать о том, как объекты связаны. Вы создаете какую-то большую форму и потом создали форму, потом к этой форме добавляете еще сущность, еще сущность, еще сущность. У вас получается такой чатик-контракт. Если же вы используете coarse-grained API, это значит, что вы на UI насоздавали всю большую-большую структуру и потом одним запросом отправили уже на сервер, чтобы это все сохранилось. Каждый раз нужно просто понимать, что есть такие возможности, нужно понимать, что эти два разных подхода различаются, но при этом нет никакой проблемы в какой-то момент перейти от одного к другому. И нужно понимать вашу бизнес-задачу. Если, например, вам не надо объект частично менять, а у вас есть какой-то сложный объект, который вы создали и больше никогда не меняете, то coarse-grained API отлично подойдет. Если вам надо объект менять частично, там какой-то заказ сложный, в котором надо где-то в глубине поменять какое-то количество товара, и при этом все остальное менять не надо, тогда вам лучше использовать fine-grained API. Просто имейте это в виду. У нас осталось достаточно мало времени, мы достаточно быстро пробежим про версионирование, про документирование. здесь всего лишь несколько слайдов. Если вы начали писать API и выпустили первую версию, то эта версия уже должна иметь какой-то номер, и дальше вам версии нужно отслеживать. Для использования версионирования в качестве подхода к версионированию хорошо себя зарекомендовал так называемый semantic версионинг. Советую на эту тему почитать. Там четкие правила о том, какой компонент версии за что отвечает. В частности, там написано, что если вы меняете первую версию, первую цифру в вашей версии, это значит, что это какие-то маркетинговые изменения. Если вы меняете вторую версию, это значит, что у вас происходят... It depends, но это вопрос агримента, то есть вопрос принятого стандарта в вашем API. Но так или иначе, вы должны четко дать вашему пользователю понять, что происходит с вашим API при изменении версии. Если вы увеличиваете, например, последнюю версию, это значит, что изменения всегда инкрементальные. Это значит, что можно... Допустим, есть у вас версии 1.2.5 и 1.2.7. Вот если вы выпускаете 1.2.7, это значит, что версия 1.2.5 сможет работать с 1.2.7. Но если вы выпускаете 1.3, то там у вас могут уже возникать какие-то breaking changes, которые без обновления клиента использовать будет нельзя. Какие есть подходы к версионированию? Можно закладывать просто в строку URL-а, закладывать номер версии. Здесь очень просто, вообще элементарно. Но есть проблема, что в этой ситуации вы версионируете ваш API весь целиком, сразу вообще все. То есть вы не можете взять и сказать, что вот у меня есть новый метод, у вас есть старый метод и новый метод, и вот только новый метод поменял сигнатуру. Сделать это здесь не получится. Вы версионируете все целиком bundle. Второй вариант это вы используете custom header в составе HTTP запроса, указываете API version, прямо в нем и здесь тогда вы уже можете для каждого контроллера индивидуально говорить о том, какая у него версия. Есть еще третий вариант с использованием custom header это значит, что вы клиенту позволяете у вас запрашивать API в нужной версии. То есть в тот момент, когда клиент присылает вот такую строку, это значит, что он хочет, чтобы вы ему отдали объекты, которые содержат описание поезда, в версии V2 в формате JSON. Это заставляет клиента понимать о том, какие бывают версии, а вам при этом поддерживать все многообразие всех версий, которые вы когда-то создавали. Здесь максимальная сложность, но при этом максимальная гибкость, потому что вы поддерживаете все компоненты, все клиенты рады, все прекрасно, полная обратная совместимость. В слайде потом возьмите и почитайте кучу статей по поводу того, как правильно версионировать, если будет это интересно. Есть такая библиотека Climax WebHttp, которая как раз таки все эти три способы реализует, и это все делается на уровне флюинт-синтексисов при конфигурации. Вот это строчка конфигурации вашего HTTP configuration на этапе старта вашего API. Все очень просто, вот раз строка, два строка, а наверху это вообще атрибут контроллеру. И последний момент, это документация. Если у вас нет API-документации, пользователи вас, скорее всего, проклянут. Во всяком случае, я был очень не рад, когда мне приходилось работать с интеграциями, а с интеграциями работало очень много, которые вообще непонятно, что делают, и непонятно, за что их дергать. К счастью, сейчас уже появилась куча open-source разработок, которые позволяют вам сразу с самого начала писать достаточно хорошую документацию и, в принципе, писать для этого очень мало кода. Вот есть такая штука Swagger, и есть для нее модуль названный Swashbuckle, это такая штука для как раз-таки WebAPI, которая качественно GetPacket подключается, вот таким образом она разрешается, то есть вы просто в HTTP конфигурацию его добавляете и все, это две строки, это минимум, который надо сделать, чтобы она заработала. После этого из коробки начинает, это вот уже чуть более развернутая штука, но после этого из коробки вот такая штука начинает появляться у вас автоматом. Делать ничего не надо. То есть он сам пройдет, соберет все комментарии, которые вы в HTML-комментариях написали к вашим контроллерам, к вашим методам, он сам напишет схемы, он сам все это сделает, вы отсюда же сможете это попробовать, то есть это просто отличный инструмент. Делать ничего практически не надо, кроме той инициализации, которую я вначале показал. Вот так выглядит чуть-чуть более развернутая инициализация. То есть вы описываете, что вы, какое приложение вы, для какого приложения вы написали API, вы можете сделать ссылочку там на автора, на какую-то лицензию. вот здесь я специально выделил те важные моменты, на которые стоит обращать внимание. Вот эта штука вот просто возвращает XML-файл, который у вас возникает в результате билда, здесь возвращается специальный способ группировки контроллеров, это всего лишь для того, чтобы у вас было проще этой документацией пользоваться. но в целом даже вот такой способ заработает. Вот вы так сделаете и уже хоть какую-то документацию она уже получите. Это уже лучше, потому что с ней можно не боясь отдавать ваш API, на вас не будут показывать пальцем, говорить, что это, давай сюда документацию, вы говорите, вот есть задеплойный API, пожалуйста, идите туда, смотрите, читайте документацию, пробуйте, если хотите, все, у вас нет проблем, вопросов к разработчику нет, все рады, все довольны. Вот этот все скриншот из лагера, который позволяет это делать из коробки, ничего дописывать не надо. Это все, спасибо. Вопросы? Да, микрофон возьмите. Спасибо за доклад, спасибо за пост на Хабре, тоже отличный. Вот, по CQRS вопросик хороший. Это все классно, когда мы пишем новую систему. Если у нас CQRS собственно в самом сервисе нет, нам надо для него сделать API. Есть нестандартное действие типа вот этого delete all. Что делать? Искусственную команду? Да, искусственную команду. Хорошо, есть у нас ресурс. Допустим, ну что там было? Поезда. Поезда, да, поезда. Удалять поезда, добавлять поезда, и вот надо нам сделать этот delete all. Да, delete all. Для него делать отдельный endpoint, так как это команда. Можно сделать в рамках, то есть нет никакой сложности чуть-чуть отходить от этих правил и делать еще дополнительный в рамках trains, сделать еще что-то там, либо вы можете сделать, кстати, delete на коллекцию trains, и он должен себя вести как delete all. С точки зрения семантики опасно. Опасно, если мы говорим о простых сущностях, это как бы не должно быть опасно. Если вы не хотите, если вы хотите усложнить процесс, сделать какую-то валидацию, то делайте тогда train deletion request и туда постите свой запрос на удаление. Окей, хорошо, спасибо. Но cqrs в данном случае нет необходимости его использовать как архитектурный паттерн вообще, это всего лишь такое как вдохновление для того, чтобы начать думать в терминах команд. То есть вы можете себе представить, что как будто бы у вас такая архитектура. Это совершенно не обязательно, что она такая. Это просто такой способ повернуть голову, чтобы начать думать именно в терминах команд. Ну хорошее решение. Ну такой хак. Страшные проблемы, которые у всех есть. Ну да. Спасибо большое. Ребят, ну давайте последний вопрос, кто хочет задать. Мы просто выбились из тайминга окончательно. Так, отлично. Тогда вы вопросы зададите лично Вячеславу во время перерыва. Я хотел бы презентовать Вячеславу вот такой вот фирменный подарок. Спасибо большое. Спасибо всем. Вячеславу субтитры